Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем вам подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересных и полезных материалов, касающихся выбора поддержанного автомобиля. Причем, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных поддержанных автомобилей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Мы открываем очередную серию обзора из серии «Куда смотреть при покупке того или иного поддержанного автомобиля». Ну а герой нашего сегодняшнего обзора – это паркетник, на наш взгляд, несколько недооцененный на вторичном рынке, который может служить очень хорошей альтернативой таким автомобилям, как Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4 или Nissan X-Trail, которых с каждым годом в достойном состоянии становится все меньше и меньше. Встречайте, Jeep Compass. Первое поколение. Рестайлинг. Jeep Compass в кузове MK49, как в нашем случае, в его втором рестайлинге, стоял на конвейере с июля 2011 по декабрь 2015 года. За это время модель претерпела некоторые изменения. Вообще, этот автомобиль базируется на платформе Daimler Chrysler Mitsubishi и имеет много общих черт с таким популярным кроссовером, как Mitsubishi Outlander. Однако, эти машины не одинаковые, и часть запасных частей комплектующих от Outlander на Compass вполне может и не подойти. Что касается выбора силовых агрегатов, то если мы говорим об автомобилях, проданных по каналам официальных дилеров в России, то выбора как такового здесь нет. Все машины для российского рынка оснащались только одним двигателем. Это был бензиновый мотор объемом 2,4 литра мощностью 170 лошадиных сил. Также на рестайлинговых компасах вы могли встретить дизельный двигатель. И дизель этот хорошо знакомый по моделям концерна Mercedes, таким как, например, GLK и целому ряду легковых машин OM651 объемом 2,1 литра. А мощность его разнилась от 136 до 163 лошадей. Мотор сам по себе неплохой, надежный, но с некоторыми оговорками, касающимися топливной аппаратуры. Однако, поскольку такие машины официально у нас не продавались, и на момент подготовки сюжета найти компас с таким двигателем в продаже ни на одном из сайтов по продаже автомобилей нам так и не удалось, оставим его за скобками. По сути дела, если вы рассматриваете для себя компас, проданный по каналам официальных дилеров, то вариантов трансмиссии у вас два. Это вариатор, который ставился на эти автомобили с 2011 по июль 2013 года, и автоматическая шестиступенчатая коробка, которая шла на этих машинах с августа 2013 и до конца выпуска в 2015 году. Наш автомобиль, на примере которого мы будем говорить об особенностях компаса как модели, 2012 года выпуска. Двигатель 2,4 литра, бензин, вариатор и полный привод. По традиции в начале обзора пару слов скажем про кузов автомобиля, про толщину лакокрасочного покрытия и про то, насколько хорошо он сопротивляется нашим дорожным реалиям. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, компас окрашен весьма толстым слоем, особенно если вы привыкли иметь дело с японскими автомобилями. Стандартное дело для компаса это толщина ЛКП на кузове, лежащая в пределах 150-250 микрон. Попадались экземпляры, в основном окрашенные в белый перламутр, где толщина окраса по всему автомобилю составляла 300-330 микрон. Именно с таким минимальным разбегом проемы дверные при этом были окрашены в районе 140-150 микрон. Поэтому при выборе поддержанного компаса в первую очередь обращайте внимание не на абсолютные значения, а на значения микрометра, которые он демонстрирует вам по всему автомобилю. Если разброс этих значений минимальный, скорее всего вы имеете дело не с полностью перекрашенным автомобилем, а все-таки с заводским окрасом. При том, что слой лакокрасочного покрытия достаточно толстый, джип-компас, как и многие свои собратья по классу, не избежал проблем с коррозией. Однако здесь места, где эта самая коррозия появляется, достаточно традиционные, в принципе, для любого автомобиля. Поэтому при осмотре компаса в первую очередь обращайте внимание на такие места, как нижние кромки боковых дверей, на нижнюю кромку пятой двери, а также обратите внимание на задние арки автомобиля. Также на компасах, касается это автомобилей, выпущенных в период с 2012 по 2014 год, встречался производственный брак. Касаемо окраски капота. На кромке капота слазил лак и иногда со слоением краски. Этот дефект вполне могли исправлять по гарантии. Поэтому, если вы видите джип-компас, у которого обнаруживается окрас передней кромки капота, вполне может быть, что в данном случае мы имеем дело не со следами ДТП, а со следами исправления ошибок производителя. Само собой разумеется, не игнорируйте такой этап, как осмотр автомобиля на подъемнике. Посмотрите состояние днища, порогов и в целом силовой структуры кузова, хотя бы на предмет того, был ли автомобиль, который вы рассматриваете к покупке в серьезных ДТП. Также при осмотре автомобиля обратите внимание на то, чтобы вся электрика, представленная в машине, исправно функционировала. У компаса есть две довольно распространенные болячки. Первая касается подрулевого шлейфа, после кончины которого прекращают работать, например, звуковой сигнал, кнопки на руле и так далее. Возможно, будет загораться сигнальная лампа эйрбэгов. Шлейф в настоящее время можно купить дубликатный, стоит он не так уж и дорого, но, тем не менее, при выборе БУ автомобиля убедитесь, что все, что касается руля, сигнала и так далее, у вас исправно. Второй момент, связанный с электрикой компаса, касается, ну, скажем так, конструктивного просчета. Этот конструктивный просчет связан с неудачным размещением блока реле. Блок реле, который в других автомобилях обычно располагается под капотом, где тепло и сухо в компасе упрятали за передний подкрылок в районе переднего бампера. Само собой, от постоянного нахождения в более или менее влажной среде у этих релюшек могут окисляться контакты. Иногда случается, что отгнивают провода. И после этого компас радует, в кавычках, своего владельца гирляндой ошибок. Чтобы этого не происходило, если вы смотрите автомобиль, где с этим блоком все в порядке, вы можете перенести его в подкапотное пространство, в более безопасное место. В принципе, любой квалифицированный электрик с этой работой справится. Поступив таким образом, вы надолго обезопасите себя от возможных сюрпризов по электрической части. Ну, а теперь перейдем к разговорам о силовой установке автомобиля Jeep Compass. Про эту силовую установку стоит сделать одно интересное вступление. Разработка этого двигателя уходит корнями где-то к 2005 году, когда под патронажем компании Daimler Chrysler 3 компании решили разработать так называемый World Engine, или мировой двигатель, универсальный для использования на целом ряде автомобилей. Это были компании Hyundai, компания Mitsubishi и, собственно, сам Daimler Chrysler. Однако, в ходе работы над проектом, что-то, видимо, пошло не так, не смогли договориться, и каждая компания доделывала этот самый мировой двигатель уже под себя. Результатом стала линейка двигателей TETA 2.4 литра у Hyundai KIA, результатом стал 4B12 у Mitsubishi, и результатом стал тот мотор, который мы имеем под капотом компаса сейчас. Эти двигатели очень похожи по архитектуре, однако каждый производитель внес в них также свои изменения. Довольно удачный вышел вариант у Mitsubishi 4B12, это действительно хороший, надежный двигатель, и неплохо получился мотор у компании Chrysler. Этот двигатель, согласно каталогам, носит маркировку ED3, и представляет собой четырехцилиндровый рядный агрегат с алюминиевым блоком и такой же алюминиевой головкой блока цилиндров. Привод ГРМ здесь выполнен при помощи цепи, которая редко просится на замену к пробегам менее 200 тысяч километров. Здесь два верхних распредвала и муфты VVTi на впускном и выпускном валу. Сами муфты также работают исправно, каких-либо претензий на этих двигателях к ним нет. Что касается гидрокомпенсаторов зазоров клапанов, на этом моторе их нет. Зазоры здесь выставляются вручную подбором толкателей. Эта процедура по регламенту предполагается в районе 90 тысяч километров пробега. Однако на практике владельцы компасов либо не выполняют ее вообще никогда, либо выполняют после пробегов в районе 150-160 тысяч. Что касается ресурса поршневой группы на этих двигателях, то она с легкостью выхаживает за 250 тысяч километров пробега. Как раз к пробегам 250-300 на этих моторах может начать проявляться расход масла, связанный с естественным старением маслосъемных колпачков. Крайне редко эти двигатели едят масло по причине залегания маслосъемных колец. Причем причиной залегания колец в большинстве случаев является сам владелец, который либо очень сильно затягивал с заменой масла до 15-20 тысяч километров пробега, либо использовал масло ненадлежащего качества. Будущим владельцам Jeep Compass можно также порекомендовать следить за чистотой и исправностью дроссельной заслонки. Эти моторы крайне чувствительны к ее состоянию, поэтому заведите себе за правило хотя бы периодически иногда дроссельную заслонку чистить. Каких-либо характерных только для этого мотора неисправностей здесь нет, поэтому при осмотре поддержанного компаса обращайте внимание на общепринятые вещи, на то, чтобы агрегат у вас был сухой, чтобы не подтекали прокладка клапанных крышек, чтобы было сухо на стыке головки блока цилиндров и самого блока. Также обратите внимание, чтобы не бежал задний сальник коленчатого вала, он же коренной. Ну и послушайте двигатель на отсутствие каких-либо посторонних шумов. Кстати, за посторонние шумы при работе на этих машинах, как правило, ответственно что-то из навесного оборудования. Итого по двигателю. 170 лошадиных сил, 2,4 литра, 220 ньютон-метров крутящего момента и солидный ресурс. Если вы покупаете такую машину со справным мотором и будете поддерживать его в таком состоянии и регулярно обслуживать, в том числе менять масло раз в 7-8 тысяч километров пробега, и использовать качественные ГСМ, ходить он будет очень и очень долго, за 300 тысяч километров. А теперь поговорим о том, что призвано передавать эти самые 220 ньютон-метров с двигателя на колеса, а именно коробки передач. Про механическую коробку передач говорить не будем. Она очень и очень редкий гость на вторичном рынке. На этих автомобилях можно встретить либо вариатор, если говорить о машинах, выпущенных до 2013 года, либо автоматическую коробку передач с 2013 по 2015. Что касается вариатора, на эти автомобили устанавливалась трансмиссия, японская трансмиссия с индексом JF-011 фирмы JATCO. Эту же коробку вы можете встретить на Mitsubishi Outlander. Однако, несмотря на то, что по механической части эти коробки идентичны, в том, что касается, например, блока клапанов, есть определенные различия между Outlander и Jeep Compass. Также компания Jeep более основательно подошла к вопросу проработки охлаждения этой самой трансмиссии. Перегреть вариатор на компасе значительно сложнее, поэтому и ресурсовую на этих автомобилях, как правило, немного превышает таковой на автомобилях Mitsubishi. При аккуратной эксплуатации и регулярных заменах масла и фильтров раз в 40 тысяч километров, ваш JF-011 в Jeep Compass способен проехать порядка 250 тысяч километров до первого ремонта. Естественно, если автомобилем владел человек, считающий ниже своего достоинства уйти со светофора без пробуксовки, а также часто использующий паркетник во внедорожных условиях, вариатор может помереть гораздо раньше, где-то в районе 120-150 тысяч километров. Поэтому при покупке подобного автомобиля уделите внимание диагностике, хотя бы померите давление в контурах вариатора. Это убережет вас от потенциально возможного недешевого ремонта. Что касается автоматов, которые начали устанавливаться в этот автомобиль с 2013 года, эта коробка носит наименование 6F24. Это классический гидромеханический автомат 6 передач. Эту коробку вы можете встретить, например, в AX35, Kia Sportage или в Sanyong New Action. Маленький паркетник, где на работу в автоматической коробке на бензиновых версиях практически никто и никогда не жаловался. Автомат этот достаточно крепкий и при условии, опять же, регулярного обслуживания и замены масла хотя бы раз в 60 тысяч километров пробега, также способен выходить далеко за 250 тысяч. Что касается системы полного привода Jeep Compass, она во многом для паркетников традиционная. Основной привод здесь передний, задняя ось подключается через муфту. Также есть возможность принудительно ее заблокировать в распределении момента 50 на 50 между осями в тяжелых условиях. При достижении скорости выше 40 км в час муфта отключается. На скоростях движения трассовых выше 120 км в час ваш автомобиль также становится сугубо переднеприводным для экономии топлива. Сами компоненты этой системы на Compass не вызывают нареканий. И, как правило, каких-либо проблем, связанных с выходом из строя системы 4ВД, у владельцев Compass нет. Что касается ресурса компонентов подвески. Самый дорогой компонент любой подвески любого автомобиля это рулевая рейка. Что касается ее ресурса, с этим у Compass все в полном порядке. Ресурс этого узла до появления первых стуков порядка 180-200 тысяч километров пробега. А это очень и очень хороший показатель по современным меркам. На продаже в RDM Import бывали Compass с самыми разнообразными пробегами. От 80 до 180 в среднем. Так вот, на большинстве этих автомобилей, если и было какое-либо замечание по рулевой рейке, то в основном оно звучало как требуется регулировка. То есть рейку можно было чуть-чуть поджать, было еще куда. И каких-либо вмешательств, а также какого-либо устранения течи на этих рейках еще не требовалось. Ресурс рейки хороший. Проверьте на предмет течи, если их нет и она не стучит. Она, скорее всего, проходит еще достаточно долго. Конечно, многое здесь будет зависеть от условий, в которых вы планируете эксплуатировать будущий автомобиль. Что касается, например, сайлентблоков передних рычагов, они здесь также достаточно долго играющие, порядка 100-150 тысяч километров до замены. Ресурс шаровых опор около 120-150 тысяч километров до замены. Ресурс ступичных подшипников, как передних, так и задних, все те же 100-150 тысяч. Причем передние ступичные подшипники здесь вы можете поменять отдельно, задние идут в сборе со ступицей. Так же, как на ряде других моделей, например, на Renault Kaleos или на Mitsubishi Outlander XL с трехлитровым мотором, состояние переднего подрамника при покупке на компасе нужно смотреть обязательно. Налет ржавчины на нем вполне себе закономерен, однако сквозных дыр быть не должно. Что касается ресурса компонентов задней подвески, на Jeep Compass он чуть-чуть поменьше, чем в случае с передним. Так, если сайлентблоки спереди выхаживают порядка 100-150 тысяч, сайлентблоки сзади могут попроситься на замену уже в районе 80-90. Но закономерно, если вы смотрите автомобиль с пробегом 140-150 тысяч километров, скорее всего предыдущий владелец уже провел ТО по задней части. Соответственно, сайлентблоки вполне уже могут быть поменены. Если подытожить замечания по всем автомобилям марки Jeep Compass, которые проходили через наши руки, то по ходовой части, помимо вышеназванных сайлентблоков, также иногда встречается, например, такое замечание, как постукивание в задних амортизаторах при раскачке на подъемнике. Также в ходе предпродажной подготовки автомобиля приходилось на буквально паре автомобилей менять передние амортизаторы. Ну и, конечно, такие вещи, как, например, пыльники приводов. В случае, если на них будут какие-либо разрывы, их лучше поменять сразу. Стоит отметить, что ни один Compass из тех, которые поступали к нам на продажу, никогда не имел замечаний по легтящим крестовинам кардана. Возможно, так совпадало. Возможно, у машин были относительно небольшие пробеги. А может быть, сами крестовины здесь прочнее, чем на некоторых одноклассниках. Но факт остается фактом. Тем не менее, при покупке подобного автомобиля проверьте крестовины кардана на люфт. Итак, подведем итоги всего вышеизложенного про этот автомобиль. Стоит ли рассматривать такую машину к покупке, либо нет. Наше мнение однозначно стоит. По сути дела, в активе этого автомобиля находится хороший и надежный двигатель, родственная Mitsubishi 4B12, который при должном обслуживании способен выходить свыше 300 тысяч километров пробега. Нормальная, надежная трансмиссия. Причем касается это как вариаторной коробки, у которой на этих машинах все в порядке с охлаждением, а как следствие и с ресурсом, так и коробки автомат, знакомой по Hyundai AX35, где каких-либо явных нареканий к работе коробок также не было выявлено. Подвеска у Jeep Compass также достаточно прочная. Это касается автомобилей после рестайлинга 2011 года, когда компания Chrysler доработала в частности заднюю подвеску, задний стабилизатор, а также стойки и пружины относительно Mitsubishi Outlander XL, добавив им выносливости при эксплуатации в плохих дорожных условиях. Да, у этих автомобилей есть определенные моменты, связанные, например, с электрооборудованием. Однако все они хорошо изучены, и если вы должным образом подготовлены и выбрали себе хороший ухоженный автомобиль, сюрпризом для вас они не будут. Финансовым шоком тоже. Поэтому на фоне достоинств этой машины эти вещи можно смело в расчет не принимать. Также при осмотре Jeep Compass не пытайтесь найти номер двигателя, как и у старшего брата по марке Jeep Grand Cherokee агрегат на Jeep Compass безномерной. В какой-то степени в нынешних реалиях это значительно упрощает жизнь авторюбителей. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Также, если у вас был когда-то или есть сейчас Jeep Compass, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас поправить или чем нас дополнить, пишите в комментариях. Людям, которые выбирают себе подобный автомобиль, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего вам дня. Пока.